здравствуйте меня зовут валентин хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков 4 сезон этого цикла в котором мы говорим о странах иберийского полуострова мы обсудили уже достаточно подробно испанию и те государства которые существовали на ее территории а этот завершающий выпуск посвящен португалии стране об истории которой крайне мало известно у нас она находится на другом конце европы от нас но в плане источника я брал книгу вареж и черных португалия дороги истории прежде чем перейти к этому выпуску я напоминаю что продолжается война которую путинская россия развязала против украины начала еще в 2014 году с оккупации аннексии крыма с захвата части донбасса с февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение которым конечно россия потерпела довольно серьезные поражения и сейчас конечно всем уже известно что путин объявил мобилизацию и эскалирует ситуацию и собирается не знаю бросать в топку этой войны все новые новые жизни людей с обеих сторон это конечно ужасно и мне приходится находиться вдали от дома в более безопасных местах своей страны если у вас есть возможность и желание поддержать мою работу то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте патрон патрон точка Pablo подчеркивание k hak h l o v и так же подписывайтесь на мой канал в youtube который можно найти по моему имени переходим к выпуску в принципе мы уже несколько раз встречались в предыдущих эпизодах с тем, что стало Португалией, то есть с разными образованиями на территории нынешней Португалии. Например, когда она входила в состав Астурии, в состав Леона, но это было лишь эпизодически. Сейчас мы немножко, может быть, повторимся, но посмотрим уже с точки зрения территории, которые составляют нынешнюю Португалию. Ну, прежде всего, когда римляне пришли на Иберийский полуостров, конечно, они до этих земель добрались достаточно поздно. Они начали, конечно, с противоположного конца полуострова, но когда вот уже римляне освоились на практически всей территории полуострова, то то, что сейчас является Португалией, входило в состав провинции Лузитания. Иногда можно услышать вот и название Лузитания, применительно, к Португалии. Далее, когда пришли варвары, то вот север нынешней Португалии, равно как и испанская Галисия, это область, в которой поселились свевы и образовали там свое королевство. Но это только самый север нынешний Португалия, а ее средняя часть и южная часть входили в королевство Вестгодов. Но впоследствии, как вы знаете, уже Вестгоды захватили и королевство свевов. И, конечно же, тогда весь полуостров был под их властью. И это продолжалось до начала 8 века, а в 711-714 годах, опять же, как мы уже говорили, мавры захватили Иберийский полуостров, разбили, разгромили Вестгодов. Там часть земель Вестгодов они захватят позднее, но это то, что находится на юге нынешней Франции. Ну, а весь Иберийский полуостров и, конечно же, вся территория нынешней Португалии уже в те годы подпадает под влияние мавров. То есть это вот к 714 году. Ну, а дальше начинается очень слабая и неуверенная реконкиста с Астурии. Ну, вот, там первые короли мы их пропускаем. А вот то, что касается Португалии, это, пожалуй, Альфонс III, который правил в конце 9 века. Вот он как раз принимает первую серьезную попытку уже покорить земли, отвоевать земли, которые входят в нынешнюю Португалию. Потому что он к тому времени, ну и его предшественники, впрочем, закрепились и в Лионе, и в Галисии. То есть двигались от Астурии на запад и на юг. И вот как раз, я так понимаю, из Галисии началось следующее движение на юг, естественно, в сторону нынешней Португалии. И довольно далеко продвинулись при Альфонсе III, потому что они дошли до реки Мандегу и города Каимбра. Это где-то треть, как минимум, нынешней Португалии. И как раз вот в правлении этого короля в 868 году граф Вимара Переш, ну или я его назвал в прошлый раз Вимарану Перес, потому что под этим именем он фигурирует у Вареш и Черных, но все-таки в других источниках Вимара Переш. А Вимара, кстати говоря, имя может быть непривычное, но это, насколько я понимаю, то же самое имя, что имя Гвемар. Тот же германский корень. Гвемар, это имя мы встречали у лангобардов и так звали, например, принцев Солерна. Солерна прям там их много было с таким именем. Так что имя Гвемар и, соответственно, Вимара не должно казаться чем-то странным. Для германцев, для германских племен племя имя не такое необычное. Так вот, Вимара Переш был тем знатным человеком, который участвовал в отвоевании этих земель. В частности, современного города Порто, который тогда назывался Порту-Кали. И, соответственно, ему был пожалован этот город и графство соответствующее. И впоследствии от слова Порту-Кали и пошло название страны Порту-Галия. Но на самом деле это было, наверное, не единственное графство на тот момент. Потому что также есть сведения о том, что были графы Каимбры. Каимбра это южнее, чем Порта. И, соответственно, можно сказать, что, наверное, было как минимум два графства на территории нынешней Порту-Кали. Собственно, Порту-Кали и Каимбра. И вот эти графства, по всей видимости, входили в состав королевства Галисия. Понятно, что Галисия, Астурия, Леон, это все было под управлением одной семьи. Иногда там делились, иногда не делились. Но вот формально графство входили в королевство Галисия. И мы видим более тесное переплетение португальской и галисийской знати, чем знати, допустим, других частей королевства. Да и территориально это естественно, потому что со стороны Востока, со стороны Леона, в сторону Португалии, в сторону Галисии сложнее добираться, чем добираться из порта в Сантьяго-де-Компостело. Например, я как человек, который проехал это все сам лично, я имел возможность в этом убедиться, что в Сантьяго-де-Компостело гораздо проще попасть из порта, чем из Авиеда или Леона. Так что это все довольно естественно. Конец девятого века, молодое графство Португалия правит Вимар Переш, затем правит его сын Лусидио. Есть версия, что он правит не самосовместно с Арменогильдо Бутьересом, это граф Коимбры, галисийский аристократ, который получил графство Коимбры. Но затем почему-то Лусидио лишается прав на это графство свое Португалии, непонятно, неизвестно почему. Ясно только, что с 1915 года там правит Мумадона Диаш, это дама, по всей видимости, внучка Вимара Переша. И какое-то время графство переходит в роду ее и ее мужа, потомков как раз этой пары. У них был внук Мэнда II Гонсаэш, который погиб, это уже в X веке, конечно, ближе к концу. Ну и к тому времени его семья породнилась, причем, насколько я понимаю, аж по двум линиям, с потомками Лусидио Вимаранэша, то есть сына Вимара Переша. И таким образом, вот это уже, поскольку семья породнилась, то где-то с 1008 года, с начала XI века, род Вимара Переш уже и по мужской линии, он возвращается к управлению графством Португалии. И тут следует оговориться, что в 997 году земли этого графства, равное как графство Каимбра, были опустошены в ходе знаменитого набега Аль-Вансура на Сантьяго де Компостелло. А вообще, как раз вот род графов Каимбр завершается где-то в это время. Незадолго до этого, вроде бы, магнаты Галисии, среди них графы Каимбры, поссорились с королем Леона Беремундом II. То ли они были изгнаны в итоге, то ли вот граф Каимбр погиб, а его сын или сыновья, не знаю, там было их место, это может быть, вроде бы они даже присоединились к Аль-Вансуру в его походе на Сантьяго. Но в любом случае, вот это был конец дома графов Каимбры. И более того, эти земли на 70 лет вернулись под власть мусульман, то есть город Каимбра и прилегающие земли. Что касается Португалии, то есть самого севера Португалии, то в 11 веке там продолжали править потомки Мара-Переша до 1071 года. Когда один из них, граф Нуниа Мэндэш, решил воспользоваться неразберихой, которая возникла в Леоне после смерти великого короля Фердинанда I. К слову, этот король на 1064 году отвоевал Каимбру как раз у Лавров. Так вот, когда Фердинанд умер, то осталось трое сыновей. Ну и мы помним из прошлых сезонов там историю противостояния старших, это Санктия или же Санчо и Альфонсо. Там как раз Сид участвовал. Но был еще третий брат, Гарсия II, который был королем Галистии. Так вот, именно против Гарсии II выступил Нуниа Мэндэш. Но неудачно. В битве при Педрозу сошелся граф с королем, и граф был разбит и погиб. И так завершилась линия потомков Бемар-Переша. Впрочем, король Гарсия II тоже недолго правил в Галисии, потому что его старший брат Альфонс VI, который к тому времени уже правил прочно в Леоне и Санктии, самый старший из братьев, уже погиб. То вот Альфонс пригласил младшего брата к себе, и вероломный его заточил. И правил уже всеми королемствами с тех пор сам. У Альфонса VI было две дочери, Урака и Тереза. И он выдал их, соответственно, за Рамюда Бургундского из Ибрейской династии, то есть из дома фальцграфа в Бургунде, в Священно-Римской империи. Это вот Урак он выдал, а Терезу он выдал за Генриха Бургундского. Это совсем другой дом. Это Капитинги, младшая ветвь, которая правила в Герцовске Бургундском, входившем в королевство Франции. То есть вот эти два человека, Раймунд Бургундский и Генрих Бургундский, они из разных Бургундий были, хотя на самом деле они родственники. И старший Раймунд получил Галисию в управление, но опасаясь чрезмерного усиления влияния Азиатя, Альфонс VI выделил вот эти графства португальские, то есть португалье и Каимбру, и отдал их в управление Генриху Бургундскому, как мужу Терезы. Ну, естественно, и Раймунд, и Генрих правили по праву своих жен, по праву Раки и Терезы, а не как самостоятельные феодалы. И вот это вот пожалование Генриху Бургундскому, графство португалья и Каимбра, случилось в 1096 году, и уже тогда условно можно говорить, что вот эти два старых графства образовали одно новое, которое мы будем называть графством Португалия, чтобы не путать со старым графством Португалия. Граф Генрих, честно, выполнял свои вассальные обязанности по отношению к королю Альфонсу до самой его смерти в 11109 году, однако после того, как король умер, в Лионе началась неразбериха. Ну, мы говорили об этом выпуске номер 8. Тереза и Генрих, видимо, решили воспользоваться этой неразберихой, чтобы получить как можно больше автономии для себя. То есть они действовали вполне оппортунистически. То, выступая против Ураки, дочери и наследницы Альфонса VI, которая конфликтовала со своим мужем Альфонсом Арагонским, и они были на стороне Альфонса Арагонского, потом помирились с Уракой, потом снова поссорились, потом у Ураки была ссора с ее уже собственным сыном Альфонсом VII, и там Тереза с Генрихом, ну, после смерти Генриха и Тереза самостоятельно, пробовали всячески как-то ослаблять противоборствующие партии Томалиона, Галисии, чтобы получить больше самостоятельности для Португалии. Кроме того, граф Генрих активно еще при короле Альфонсе, воевал с маврами и расширял свои владения на юг. А после смерти короля, также активно он начал вторгаться в Астромадуру. Астромадура – это земли уже королевского Леона, которые лежали к югу от Леона. И, ну, в то время и Генрих, и пока был жив, и Тереза, они должны были на кого-то опереться в этой своей борьбе с королями. И они опирались на широкие слои населения своего графства, они активно жаловали городам фаралы. Фарал – это то же самое, примерно, что фуэра в Испании. Генрих умер в 1112 году. Дальше правило Тереза, продолжала править как графиня в Португалии. Сначала она выступала против королевы Ураки, потом выступала против ее сына короля Альфонса VII, своего племянника. Но независимости ей добиться не удалось. Она пробовала называть, к слову, себя королевой, но, в конце концов, вынуждена была принести ленную присягу королю Альфонсу VII на 1127 году. Но уже подрастал их с Генрихом сын. Его звали тоже Альфонс. Ну, будем называть его Альфонс Португальский, чтобы не путать с его двоюродным братом, королем Альфонсом VII. И вот Альфонс Португальский не захотел подчиняться своему кузену, он там в своем замке Геморрайш укрепился, там у него были рыцари, которые его поддерживали, он начал жаловать форалы самостоятельно, разбил в следующем, а до 1128 году верных матери воинов и стал править уже Португалией сам. А мать он отправил в один из замков, где та доживала уже свой век. Но продолжал Альфонс Португальский ту же политику, что его родители, он активно привлекал к себе все сословия португальцев, жаловал активно форалы и опирался на них в своей борьбе с королями Леона, со своим кузеном-королем Альфонсом VII. И в начале 30-х годов XII века между ними шли активно местные стычки на границе. Но в 1135 году Альфонс VII объявил себя императором. И это дало ему возможность замериться с графом Португалии. Тот обратил свое внимание на мавров, более активно воевал с ними. И в 1139 году при Оу-Рике одержал очень важную для Португалии победу, разбив объединенные силы Альмораведов. Там было пять армий во главе с миром Кордовы. Эта победа позволила ему довольно сильно расширить свои владения на юг, а также объявить себя королем Альфонсом I. По-португальски говорят Афоншу I. Альфонс VII с этим никак не хотел следиться. Но это было для него все-таки легче, потому что он был уже императором. И император мог иметь вассалом короля. Но о выходе из подчинения речи пока не шло. В том же году был принят герб Португалии в честь как раз этой битвы при Оу-Рике на серебряном щите, или там щите Оржан. Пять малых щитов, эскучионов, синего цвета, которые расположены крестом. На каждом из этих щитов пять серебряных гвоздей, или серебряных бизантов, которые символизируют гвозди на теле Христа. И они располагались косым крестом. Это вот то, что стало основой герба Португалии и доныне. Только впоследствии к нему добавилась еще красная кайма, на которой располагались золотые кастильские замки. Затем Альфонс Португальский разбивает войско своего кузена Альфонса VII и вынуждает его искать мир уже на новых условиях. А именно признание Португалии королевством, которое было независимым от Леона. Это еще не окончательная независимость, так как Альфонс Португальский еще воссал Альфонса VII как императора. А также независимость Португалии еще никто не признал. И вот тогда новоиспеченный король обращается к папе Луцию II, используя признать его королем. Но сразу признание он от папы не получает. Папа продолжает именовать его герцогом. Лишь в 1179 году другой папа Александр III сдал Гулу, в который признал Португалию королевством, а Альфонса I ее королем. Сделал, по-видимому, он это в ходе борьбы с другими претендентами на папский пистол и желая ослабить влияние Леона и Костиви. Так что 50-летняя борьба Альфонса I оказалась удачной, то есть он очень долго правил, и ему удалось добиться независимости Португалии и признание своего королевского статуса. И, возможно, это стало следствием счастливого стечения обстоятельств для него. Ну, то есть это его долгое правление, это его блестящие военные победы, ну и это благоприятная внешнеполитическая конъюнктура. Возможно, что если бы не было такого совпадения вот этих трех факторов, то Португалия независимости бы и не получила. И у нас не было бы двух государственных убедительствов по острову Ахпану. В долгое правление Альфонса I произошло еще одно плечевое событие в португальской истории. Это поколение средней части страны, в том числе взятие Лиссабона. Дело в том, что это все происходило в рамках Второго Крестового Похода. В 1144 году мусульмане отбили у христиан Эдессу в Святой Земле. И в Европе началась подготовка ко Второму Крестовому Походу. В нем участвовали многие рыцари из разных стран, в том числе из Англии и Нормандии. И вот оттуда они решили морем добираться, причем кружным путем вокруг Европы. Они отплыли в 1147 году в мае и через месяц прибыли в Порта. И тогда Альфонс I попросил их помочь ему здесь, потому что здесь тоже неверные, здесь тоже мусульмане. Зачем путь в Святую Землю, если это все можно сделать ближе, тем более получить можно щедрую награду от новоиспеченного короля. Мы многое знаем о вот этой части Второго Крестового Похода. Кстати говоря, единственной успешной его части, благодаря тому, что там присутствовал некий английский клирик Осберн. И он написал рукопись завоевания Лиссабона. Эта рукопись была найдена в 19 веке. И это было поистине чудо. То есть люди, которые ее нашли, они сначала подумали, что это позднейшая подделка. Потому что в 19 веке найти летопись середины 12 века, это казалось просто нереальным. Но тем не менее выяснилось, что это настоящая рукопись. И в ней описывались события вот от мая 1147 до середины 1148 года. В частности, осада Лиссабона началась в июле 1147 года. Продолжалось 17 недель. То есть осенью, по-моему, конец октября, начало ноября правитель города предложил город сдать на хороших условиях для его жителей, чтобы им сохранили имущество. В принципе, эти условия вроде как приняли, но крестоносцы своего слова не сдержали, и город был разграблен. Взятие Лиссабона стало переломным моментом португальской реконкисты. В следующие 10 лет Альфонс I продолжил постепенно отвоевать земли центральной Португалии. То есть где-то до 1158 года его войска взяли Адемиру, затем Эвору, Бежу. Такие вот довольно важные города этой части страны. Но уже в 1161 году Аль-Махады, которые прибыли из Африки для противостояния христианам, то есть вот эти новые арабские племена, сумели потеснить португальцев, и его равно была потеряна. Здесь на историческую сцену выходит рыцарь Жералду Бесстрашный. Это вот такой португальский Эль-Сид. Очень напоминает своими поступками, своей храбростью, отвагой. Он хорошо знал арабский язык, он мог проникнуть в стан врага, смело боролся с мусульманами. И вот именно благодаря этому Жералду осенью 1165 года христиане отвоевывают Эвору обратно. Король Альфонс I умер 6 декабря 1185 года. Престол перешел его сыну Санктию, или же Саншу I. Он был не столь воинственным, как отец, и скорее занимался упорядочением уже захваченных земель. Его правление было дано огромное число фаралов разным городам, поселениям. Он также заботился о том, чтобы его подданные процветали и множились, поэтому его прозвали Освоитель или Популадор. Умер в Санктии 1-26 марта 1211 года. Трон Португалии получил Альфонс II, или же Апошу II. В его правлении продолжился конфликт с епископом города Порто. Он еще при Санктии начался. Когда-то дело в том, что еще графиня Тереза дала права на город Порто местному епископу. Порто был тогда небольшим городком, и никто не предполагал, что потом он станет таким важным, большим, процветающим центром. Горожане, которые там жили под властью епископа, были недовольны. Как очень часто встречалось, горожане недовольны, когда им правит епископ, поднимали бунты, там епископа изгнали, епископ отправился в Рим, к папе, папа наложил интердикт на Апорто. Король не хотел поддержать епископа, то есть там получил тоже, по-моему, отлучение. В общем, такая была история еще при Санктии. Санктий пытался помириться с папой, кстати говоря, но, по-моему, не успел до своей смерти, или нет, это уже Альфонс не успел. То есть у Альфонса было то же самое, что и у его отца. Конфликт разгорелся вновь, то есть Санктий вроде как замирился с папой, епископ вернулся, потом опять там его начали щемить, и к тому же Альфонс II имелся централизовать управление, королевство моему было не с руки, что какой-то там епископ и ему не подчиняются. И через своих чиновников он пытался ослаблять вообще власть и знати, и церкви, и конфликт с епископом Апорто разгорелся опять, опять вывелся в конфликт с папой, и вот папа уже отлучил Альфонса II. Кстати, не уверен тогда, что Санктия он отлучал или нет, но Альфонса он точно отлучил. И Альфонс, как и его отец, пытался искать примирение с папой, и вот как раз Альфонс не успел второе этого сделать, потому что он умер 25 марта на 1223 года, так и будучи отлученным от церкви. Трон достался его старшему сыну, Санктию II, или же Саншу II, и тот уже не пытался дальше конфликтовать с церковью. И со знатью он пошел другим путем, он направил свои усилия на юг, на продолжение реконкисты, которое было затормозилось. Португальцы уже отвоевали среднюю часть страны, но у мусульман оставался в их власти еще и юг нынешней Португалии, это Алгарве. Так вот, Санктий II показал себя довольно неплохим военачальником, но занимаясь войной, он забросил государственные дела. И там были недовольны горожане, и были недовольны знать, и был недоволен епископ Порта опять. Почему? Потому что горожане опять там что-то мутили в воду, а король епископа не защищал, и епископ написал папе Кляузу, что иди, мол, король не выполняет свои обязанности. И папа в ответ издал такую булу, которая сказала, что раз король не выполняет обязанности, то знатные люди пусть соберутся и сберут себе другого короля. Что они, в общем-то, и сделали. Это было в 1246 году. Знать объявила королем Альфонса III. Это младший брат Санктия II. В то пору он был графом Булони во Франции, на севере Франции. Но по праву жены, то есть как только он услышал, что его хотят сделать королем, он тут же бросил это графство, отправился в Португалию. Там началась гражданская война, потому что Санктий, конечно, это все не признал. Но Санктий II проиграл эту гражданскую войну, как и первое поражение, был вынужден бежать в Кастилью, где умер 4 января 1248 года. Ну вот Альфонс III формально стал править именно с этого момента, хотя фактически власть у него была уже с 1247 года. Тем не менее, он продолжал политику и отца, и старшего брата, только более успешно. Он сразу круто разобрался с епископом Порта, тот самый епископ, который фактически способствовал свержению его старшего брата. Он занял город Порта войсками, в смысле, король занял город войсками и вел там свое прямое правление. И оказались недовольны уже не только епископ, но и горожане, потому что теперь король начал собирать всякие пошлинные налоги, и там вывести всякие ограничения и запреты. И горожане потеряли очень много в таком доходах. Но, правда, через несколько лет все-таки король не вернул их права. Далее, Альфонс Третий также продолжал политику старшего брата и по отношению к Алгарве. То есть, он продолжал военную кампанию. И, опять же, более успешно. Именно с его именем связаны наиболее значительные успехи. Правда, к тому времени Мавры уже сильно ослабели, потому что король Леона и Кастильи и Фердинанд Третий очень успешно к тому времени проводил свою реконкисту. Он завоевал и Кордову, и Севилью к 1248 году. И поэтому Мавры, конечно, уже не составляли такой какой-то большой силы. И, пользуясь этим, Альфонс Третий в 1249-1250 годах полностью покоряет Алгарве. То есть, реконкиста в Португалии полностью завершается. Все земли отвоеваны. В 1250 году король объявляет себя королем Португалии и Алгарве. В правлении Альфонса Третьего в 1254 году на корпусах в Галерии впервые участвовали представители Третьего Сословия, то есть, горожане. Вообще, как я уже неоднократно говорил, Альфонс Третий продолжал ту же политику, что и его старший брат, и его предки. Он стремился ограничить независимость знати и церкви, и он опирался в том числе на горожан. Кстати говоря, стремился и централизовать управление страной. В общем-то, очень типичный тренд для тогдашней Европы, для 13 века. Это центростремительные тенденции, ограничение знати, опора на горожан. Вспомним Людовика Святого Франции. Так вот, в 50-е годы 13 века Альфонс Третий последовательно добивался и добился возврата части церковных земель, которые якобы до этого церковь незаконно получила, и в результате его тоже отлучили от церкви. Более того, его это несколько раз отлучали, и где-то третий из своего 34-летнего правления Альфонс Третий провел под отлучением от церкви. Умер король 16 февраля 1279 года, и трон перешел его сыну Дионисию. Я в одном из прошлых выпусков назвал его Денис. Ну, на самом деле Денис и Дионисия это одно и то же имя, но вот все-таки такое каноническое в латинской транскрипции будет Дионисий. А по-португальски это Диниш. Вот, это был довольно влиятельный монарх. Его можно было бы может быть в чем-то сравнить с Людовиком Святын. Его там более ранним современником. Дионисий правил долго, 46 лет, и он стал также известен как король Трубадур. Но ключевые достоинства, мне кажется, лежат не в сфере поэзии, а в сфере государственного управления. Он сделал португальский языком королевской администрации. Он провел юридическую реформу. Всячески пытался способствовать развитию ремесла и торговли. Ее управление было много строительства, как города и замки, так и множество объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. И вообще этот король очень там насаживал всякие новинки в сельском хозяйстве. Его даже прозвали не только король Трубадур, но и король фермер. Были заключены торговые договора с Англией, с Генуей. А в 1293 году впервые заключен договор страхования на море, именно в Португалии. Кроме того, в правлении Дионисия был основан университет в Лиссабоне, но позднее это учебное заведение, там будет несколько раз переезжать из Лиссабона в Каинбур и обратно, и в конце концов обосновывается именно в Каинбуре. И сейчас это самый престижный университет в Португалии. Существует естественно и пандемия. Сохранились некоторые любопытные факты о том, как выглядел этот человек. Он был не очень высоким, где-то 165 сантиметров, но для того времени это не маленький рост, может быть средний или чуть ниже среднего, потому что люди тогда были ниже, чем сейчас. У него были рыжеватые волосы, возможно это наследие по материнской линии то ли от Гагенштауфенов, то ли от плантагенетов, потому что он был как и потомком по материнской линии Квинриха второго императора и Генриха второго короля Англии. Вот возможно от кого-то из них такие рыжеватые волосы он получил. Был очень крепкого здоровья, хотя он постоянно ездил по стране, но до конца жизни он сохранил полностью все свои зубы, что даже по нынешним временам редкость, говоря уже о средневековье. Умер он 7 января 1325 года, ему наследовал его сын Альконс Четвертый. И правление уже Альфонса Четвертого это 14 век нельзя назвать счастливым. Он был законным сыном, но отец его не очень любил, потому что любимым сыном Дионисия был Альфонсо Санчес. Это незаконнорожденный сын, сводный брат соответственно короля Альфонса Четвертого, и королю пришлось побороться со своим сводным братом за власть, он изгнал его за пределы Португалии, но тем не менее потом они помирились, там жили уже мирно. Но хуже, в 1348 году в Португалии, как и в другие страны Европы, пришла черная смерть. Вот это грандиозная эпидемия чумы, которая ознаменовала конец процветания высокого средневековья, началась уже эпоха позднего средневековья с ее относительным упадком, Европа обезлюдила, начались войны, начались благополучия всякие. И у короля еще вдобавок к этому и начались проблемы в его собственной семье. У него был сын и наследник Петр I, который завел любовницу Инесс де Каспо. Он очень любил эту женщину, у нее были незаконнорожденные сыновья, а вот законнорожденный сын, первенец Петра, это Фердинанд, внук короля Дионисия, он имел слабое здоровье. И поэтому король короля Альфонса IV, прошу прощения, внук. Так вот, король Альфонс IV, опасаясь за будущее своей династии, он приказал убить Инесс де Кастро и сын Петр, разумеется, был сильно разгневан. Когда король Альфонс IV умер 28 мая 1357 Петр приходит к власти, Петр I или Педра I, и он приказал выкопать из могилы Инесс, нарядить ее в королевские одежды, почести ей воздавать и похоронить как королеву. А тех, кто был причастен к ее убийству, он судил, приговорил к казни и самолично убил. Далее Петр завел себе новую любовницу и от нее родился сын Иоанн или же Жуанн, он будущим станет королем. Но правил Петр I не очень долго, 10 лет, умер 18 января 2367 года и трон перешел как раз к тому законорожденному сыну первенцу Фердинанду I или же Фернандо I. У него тоже было все неблагополучно в семье. Он собирался жениться сначала на дочери короля Кастилии, но потом завел любовницу и так влюбился, что женился на ней, а дочь короля Кастилии отослал. И это как бы не способствовало хорошим отношениям с Кастилией, там они стали воевать. Но правда потом замерились, потому что Фердинанд выдал свою дочь и кстати говоря единственную наследницу как оказалось за короля Кастилии Иоанна II, а другие дети Фердинанда не пережили отца. И поэтому когда король уже был при смерти, то стала вполне реальная перспектива личной унии между Кастилией и Португалией, а это означало для Португалии фактическую трату независимости, потому что их королева наследница была замужем за королем Кастилии, то есть была во власти мужа и Кастилия была более могущественным государством. И поэтому когда Фердинанд I умер в 1383 году, то там португальская знать не хотела признавать его дочь королевой. Там разразилась гражданская война, там же были еще другие сыновья от Инес де Каспро у Петра I, но и в конце концов эта гражданская война закончилась тем, что победил вот самый последний сын Петра I, Иоанн или же Жоанн, он был магистром ордена Авис, у него была определенная военная сила, он показал себя таким решительным человеком, и вот он вышел победителем из этой гражданской войны, так что Кастилья с Португалией в унию не вошли, наследница дочь Фердинанда первого корону не получила, и закончилась Бургундская династия, династия основателей королевства Португалии, потому что с Иоанна или же Жоанна первого начинается новый дом, дом, который называется Ависская династия, но это уже позднее средневековье, это уже совсем другая история. На этом мы завершаем четвертый сезон данного цикла, мы поговорили о странах Игорийского полуострова Враньем и Высоком Средневековье, теперь я сделаю перерыв, а дальше посмотрим, вероятно, пятый сезон будет посвящен истории Византийской империи, так что следите за обновлениями на моем канале, подписывайтесь на страничку на сайте Patreon, patreon.com касая V-A-L подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему виду в L-H-A-K-L-O-V, следите за обновлениями и тогда до встречи в следующем пятом сезоне. До свидания. КОНЕЦ